Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Итак, раздел «Ламет». Он составляет стихи с 89 по 96. Посреди многочисленных неразрешенных вопросов псалмопевец ищет для себя точку опоры и находит ее в слове Господа. Слово. Его слово утверждено навеки на небесах, как сказано в 89 стихе. Его творческое слово – это нечто большее, чем записанное Моисеем Откровение, пять книг под названием Тора. Сказав слово, Бог сотворил небо и землю. Его слово отразилось, запечатлилось в творении, в самих законах мироздания, которые поддерживают порядок во вселенной, делают ее устойчивой и сбалансированной. Вселенная вся движется по законам Божьим, воплощенным в природе. Итак, в природе мы узнаем присутствие его творческое слово «да будет», и сказал Бог, и стало так. Бог поставил землю, и она стоит. По его определениям, она стоит до ныне, как сказано в 90-91 стихах псалма. Следовательно, его слово – это некий принцип стабильности, твердости оснований. И об этой твердости говорит слово «истина». Его слово «истина». Истина – это то, что не колеблется. А истина Божия неизменная. Она не только твердая, надежная, она еще и вечная. Она простирается в рот и рот. Если бы не слово Божие, выраженное в законе, псалмопевец бы погиб во время бедствия. Закон – это его спасательный круг, его утешение, как говорится в 92 стихе. Как повеления Божия утверждены раз и навсегда, так и автор псалма обещает Богу свою верность вовек. Его повеления несут жизнь и спасение. Все, созданное в мире, слушают Господу, как сказано в 91 стихе. Да и сам псалмопевец, как сам от себя называет, Божий слуга. Его слова «твой я, спаси меня» находят свое зеркало в пророчестве Исаии, которое от лица Господа говорит «я искупил тебя и назвал тебя по имени, ты мой». Итак, Исаия говорит от лица Бога, что ты, то есть человек, мой Божий. А псалмопевец, он словно отвечает рефреном «Спаси меня, я твой, я человек, тебя Бога, тебе принадлежу». Аналогичное притяжение друг к другу мы находим и в словах Сына Божия о своем отце, как сказано в Евангелии от Иоанна. Сын обращается к отцу. И все мое твое и твое мое. Это общение твое-мое, мое-твое говорит о неком предельном единстве. Когда друг в друге первая и вторая ипостась отражаются, а если вернуться к псалму, когда Бог творческим словом запечатляет свой образ в человеке, а человек возвращается в своем богоподобии обратно к отцу. Но при всем внешнем сходстве ветхозаветных и новозаветных выражений, говорящих о принадлежности друг к другу, евангельское богословие намещает и иную перспективу. Так, если по ветхому завету Бог приобрел себе народ в собственность от египтян, чтобы люди, цитирую, служили ему, как сказано у пророк Сафонии, то в евангельской притче о блудном сыне отец делит наследство между сыновьями со словами «все мое твое». Да и сам сын человеческий приходит не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать свою душу для искупления многих. Последний стих данного раздела 118-го псалма, 96-й, дает повод для размышлений. У материальных или интеллектуальных достижений человечества, которые можно назвать совершенством, есть свой предел. В данном случае псалмопевис идет в разрез известной поговорки «нет предела совершенства», которую, кстати, исторически переписывают Сократу. Все в мире конечно и ограничено, и только заповедь Господа безмерно обширна. Это значит, что между нашим ограниченным пониманием мироздания и безграничной широтой Слова Божия, которой мы познаем лишь отчасти, есть огромная дистанция. Да и вся сотворенная Богом Вселенная имеет свои пределы. Вечен и беспределен только Господь, Который являет себя миру в Слове. Продолжение следует... ... Продолжение следует...